МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Беларуси уступил усилу антитабачный декрет. Выездка конкур и кросс. Гомель принимает чемпионат Беларуси по конным Трохборге. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Телефонный звонок, чтобы выражать проблему, те унести про Панову. На прямой связи с жихрами региона сегодня находился выполняющий обовязки старшины, первый наместник старшины Гомельского выконкама, Геннадий Соловей. За три годы на работы прямой линии поступило 30 звонков. У первоважной большинстве телефоновали гомельчане и жихары Гомельского района. Одинковые свороты были от насельництва Будокошалевского, Чачерского, Ветковского, Жлобинского, Житковицкого, Петраковского и Добрыжского районов. Спектр пытанев от якости воды достанут дорог. Пенсионер звездки Будалюшевская попросил, как бы на его в улицу заезжала автолавка. До места ее припынку вельми тяжко добираться сталым людям. Потелефоновали за хрогородка «Старое село». Жихары скартятся на перебой с водозабеспечением. Отключение сдарается и на некольки суток. Необходные отломочения одразу отрымали грамотяне на конту нюансов по коммунальных платежах. Сюня ж специалисты пройдут до тех, кто звернулся по пытаниях оказания медицинских и социальных послуг. У рамках прямой линии нередкими были выпадки, когда распоряджения отказным особам давались неоткладно подчас размовы с развернувшимися. И нововьяденья об вгонании этих доручениях старшины районов будут докладывать на черговой пленарной внараде про с некольки джон. Практика показывает, дякуючи такому формату сносин с грамотянами, удается оперативно выращать десятки проблемных ситуаций. Протягиваем выпуск прокуратуры Гомельской области, узмацняя контроль у сельской господарцы. У первую чергу размова про парадок на молочно-товарных фермах и ходу борочной кампании. Отповедное доручение прокурорским органам дав президент Беларуси Александр Лукашенко подчас рабочей поездки в Ветковский район. Кировник державы запотребовал взять под жорсткий контроль ситуацию с падежом живелы и притягнуть виноватых до отказности. Дарыши органы прокуратуры проводят проверки у гэтым накерунку на постоянной основе. С початку года распочата 47 справ по артыкуле 427 службовый подлог. У гэтых выпадках керавники и предприемству скажали даденое по державной статистичной справоздачности и снижали колькость павших живел. В связи с гэтым прокуроры в области накеровали у суды 23 иски на сумму 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил наши требования и взыскано 20 тысяч ущерба с виновных должностных лиц, которые занимались приписками, которые иногда заставляют доглядчиков скота, доярок, ночных сторожей, чтобы они в счет возмещения ущерба выписывали мертвых телят якобы живым весом и таким образом перелагали груз ответственности на рядовых наших работников сельского хозяйства. Службовые особы порушали технологии утромания и кормления живелы, не забеспечили им належный рацион и лечения. А кроме исков по потребованию прокурора, у селита виноватые особы доброохотно выплатили 66 тысяч рублей компенсацию Шкоды указу своих предприемств. Сейчас наибольшая острая ситуация с падежом живелы в Будокошалевском, Ветковском, Рогачевском и Жлобинском районах. В ближайший час фермы чекают проверки, а областная прокуратура будет пильно сошить за деятельностью районных прокуроров. Стратегичное партнерство 29 и 30 липня в Минску отбудется первый белорусско-узбекский форум регионов. По часу его будут подписаны погоднения об супрацовнестве. На передании форуму делегации из Азиатской республики наведывают регионы Беларуси. У Гомеля побывали представники Харезмской области. Они наведали предприемства «Крышталь», «Гомелькавель» и «Гомсельмаш». До гиганта машинобудования особливая увага. Узбекистан выказывает великую цикавность до гомельской сельгазтехники. Пришим не просто до закупки, а до вытворчасти. «Гомсельмаш» и «Ургеншкормаш» распочинают супрацовнество, выниками АКОГа повинна стать сборка белорусских корма и зернеуборочных комбайнов в Аузбекистане. Основной целью нашей визиты является установить новое сотрудничество с областью «Гомельск». Мы хотим работать по направлению развития торгово-экономических отношений, здравоохранения, туризма, научно-технических направлениях. У нас уже есть соглашение между нашим «Гомсельмаш», нашим предпринимателем, нашим компанией и «Гомсельмашем». Мы хотим установить новое производство новых комбайнов, которые в данное время требуются именно в Руссуле Кузбекистан. Подчас первого белорусско-узбекского форума регионов «Гомельская область» подпишет погоднение о псупрацовнестве с Ферганской, Хорезмской и Новоийской областями Узбекистана. За пять месяцев 2019 года товарооборот нашего региона с этой азиатской краиной перевысил 3 миллионы долларов. На «Гомельшине» протягивается акция «Допомога профсоюзу во уборочную страду». Ее головная мета – створение годных умов на працовных местах агрария. Разом с представниками профсоюза у Петраковский район выехали наши корреспонденты. У Петраковский рай в Иконкам керавников мясовых сельскохосподарших предприемств запросили о полове десятой годины раницы. Напередине в районе пройшов мостный протяглый дождь, а тому полевые работы в этот час недень не начинались. И у директора узявилась мягчимость приехать в город. Тем больше, что причина приемная. У рамках проводимой акции «Гомельское областное объединение профсоюзу» привезло подарунки. Бытовую технику агульным коштам – больше, как 6 тысяч рублей. Подбираются хозяйства, которые, может быть, не в самом лучшем материальном положении на сегодняшний день. Но в то же время мы обращаем внимание, что люди везде работают одинаково и все должны быть в одинаковых условиях. Это приобретенные и стиральные машины, и водонагреватели, и какие-то другие бытовые приборы, которые необходимы для нормального обеспечения жизнедеятельности людей. И работы самое главное. Все лето профсоюзную допомогу отримали 10 господарок Петраковского и Октябрьского районов. Спис подарунков формировался загадя зуликом ожидания. Найбольше запотребованными оказались апральные машины, потом водонагревальники и микрохвалевые печи. У сельскохозяйственного предприемства Копоткевича подарунки привезли на мехдвор, где есть некольки бытовых помешканий. Створение годных умов на працанных местах у керевниковых господарок в уголе на постоянном контроле. Бытовые помешкания и покои для приема ежи сегодня есть практически отсюда. Вреште, это стимулюет работников, что для Копоткевича особенно важно. Каким бы склад данным не оказался этот год, минулый был и еще больше тяжким. Теперь необходимо спрацовать по максимуму и полепшить экономику предприемства. Усе передумовы для этого есть, где аж заказ по сдачу рапсу уже выконали. Уборка зерневых культур и нарыхтовка кормов протягиваются. Стоит хороший вид на урожае кукурузы не только на зеленый корм, но и в пределах 400 гектаров будем убирать на зерно, что позволит получить дополнительно более 2500 тонн фуражного зерна кукурузу, что даст финансовую помощь хозяйству в решении многих вопросов, а также сделать запас в полном объеме для животноводства. В управлении внутренних справ Гомельского облывы Канкама подвяли выники профилактического мероприемства правопорадок. Комплекс протяглостью у 4 дней проходил одночасово во всех районах региону. Правооховникам удалось выявить значную колькость злачинств и правопорушений. У паравнания с аналогичным периодом минулого года означается рост колькости злачинств в громадских местах на территории Амальусей в области. Перевожают крадежи. Почас профилактического мероприемства правопорадок был выведен у весь особистый склад районных отделов внутренних справ. До того, что буйные города региону долегировали додатковые силы забластного центра. За время проведения профилактических мероприятий выявлено более тысячи фактов нарушения антиалкогольного законодательства и пресечено 79 мелких хулиганств. Изъято порядка 46 тонн незаконно перевозимого лома металла. Из незаконного оборота выведено 850 литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Проведенные мероприятия позволили в эти дни снизить количество зарегистрированных преступлений почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом до проведения специального комплексного мероприятия «Правопорядок». Супрацовниками наркоконтролю и проти дзейню гандлю людьми выявлено 4 злочинства, причем 2 из них были связаны помеж собой. А кроме того, по даденной линии выявлено 34 администрационных правопорушения. 19 грамадян притягнуты до отказности за посел або выросшивание забороненных до опрацовки рослинцы грибов. И еще 8 грамадян затриманы за незаконные дзейни с некурильными титуньовыми выработами. Державтоинспекторы за 4 дней выявили свыше 2000 администрационных правопорушений. Сегодня усилы уступил антитутуньовый декрет. Теперь официально заборонено курить в ресторанах, на летних террасах и припынках громадского транспорта. Это тучится так само и аматоров электронных цигарет. Так, сгодно с декретом номер 2, зонами свободными от курения стали пляжи, детячие пляцовки, рабочие кабинеты, припынки громадского транспорта, рынки и гандлевые центры. Автомобиль, калевым, знаходятся дети до 14-ти годов. Дзейность антитутуньового декрета так само распаусюделася и на рестораны, кафе, у темлику, летние террасы. Выключение складусь в кропки громадского горчавания, обсталяванные о магутной вентиляции. Теперь заборонено курение и во усих международных техниках, калей только состав не обсталяванный специальными местами. За порушение новых правилов погрожает штраф до четырех базовых величин, что складает 102 рубли. Сумма может быть большая для тех, кто ранее уже притягивался до администрационной отказности. До инших тем, свыше 200 человек из семи краин приехали в Гомель на взлет ветеранов боевых действий, память без межа. Восьмый год запад наш регион ладит такую масштабную встречу воинов-интернационалистов. Аналогов ей Украине не ма. Трогденная программа взлету почалась с урочистого митинга для помненька воинам-интернационалистам и у складания кветок довечного огню. С подробностями. Явгения Кухаронак. Их объеднувая воинское сябровство и агульная минулая служба далека за межами своей родимы. У Горячих Крупках 11 краин воевала больше за 5800 уродженцев в Гомельской области. Галя 500 из них в Афганистане, откуда не вернулися 126 человек. Все летний взлет промеркован до 30-й годовины вывода советских войсков с этой паудневой Азиатской республицы. Сегодня к нам приехал человек, наверное, 70, может, чуть-чуть больше. Это из, как мы называем, дальнего зарубежья. Это делегация Литва, Латвия, Эстония, Молдова. Ну и, конечно же, наши соседи, славяне. Это с шести регионов Украины, с четырех регионов России. Ну и, конечно же, наши гомельчане, наши меньшане, наши витсебляне. На сегодняшний день списочный состав порядка 230 человек уже. За 30 годов память об загинувших войнах-интернационалистов в нашей краине створили 18 мемориалов. Гомельске открыли в 2003-м, тут же высадили аллею памяти. Напомнику, нема именов и прозвища. Мемориал присвечен всем, кто мерил температуру горячих кропок. Да не на памяти загинувшим войнам, хвилина молчания, кветки и вянки до помника. Только здесь, когда мы собираемся, мы друг друга понимаемся. Все, что там было, осталось в памяти. И пока наша память жива, живы те люди, которые погибли. У меня в возводе 28 человек, среди них 14-15 национальностей можно было не считать. Казахи, таджики, узбеки, латыши, литовцы, чеченцы, башкиры, киргизы были все. Египет, Алжир, Ангола, Сирия, Вьетнам, Афганистан. Они прошли выпрабывание войной. Сегодня их объединяет братство, которое выступает за мир во всем свете и сябровство по международам. До костаму, международный взлет память без межа. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, телерадо «Компания Гомель». До начала нового научного года состоится больше как месяц, а это значит, что пора отправляться за покупками. У Гомеля нобыть товары для школьников можно на одной из самых буйных, профильных пляцовок для центрального рынка. Час ее працы с 9 до 16. Выходный день понятелок. Покупникам тут пропонуют канцелярские товары, деловые, спортивные костюмы и детячий обуток для всех взрослых групп. По подликах Головного управления гандлю и послуг Гомельского обл. ВКНКМа приблизный кост комплекта одежды залежит от взрослого научного ученца и складает от 90 до 260 рублей. Набор письмовых и канцелярских принадлежностей от 25 до 70. Кроме того, продукцию до научного года пропонуют так званые «кутки школьника» в стационарных гандлевых объектах. Их в регионе больше за 900. На наступном тыдне на площади Паустанья у Гомеля начнут працевать школьные кермаши выходного дня. Наведать их можно будет во все выходные жнивня. Усяго у Гомельской области планует провести каля 300 подобных мероприемств. Иду в первый класс. Хочу в школу и не боюсь. А почему в школу хочешь? Что ты там делать будешь? Писать, учиться и учиться всему новому. Что еще на первый класс на школу нужно? Книги, пенал, цитратка. С бяром детей у школу в регионе стартовала доброчинная кампания Белорусского товарыства «Червоного крыжа». Ее мета – подтримать детей с семью, которые находятся в тяжкой житевой ситуации. Кожный, кто ждет до помощи, может звернуться в офис областной оборайонных организаций «Червоного крыжа», а так само покинуть школьные одни, обуток, письмовые и спортивные приналежности и портфели в специализованных контейнерах. У Гомель яны усталеваны по четырех адресах, которые вы сейчас видите на своих экранах. Летость, дякающие подтримцы Жихарову в области, допомогу отримали 845 детей. У Тымлику – семью вымышленных переселенцев и беженцев. Было собрано каля 9 тысяч одинок оденья и обутку, и больше за 3,5 тысяч одинок констоваров и школьных приналежностей. И об спорте. У Беларуси стартовала серая детячих теннисных турниров «Золотая ракетка». Первая матчевая встреча отбылась у Гомельским областным Центра Олимпийского резерва по теннисе. По сутностям, этот турнир – теннисный аналог золотой шайбы в хоккее и скоронного мяча в футболе. Головная мета с поборницей, пошук новых талентов и активизация работы по выхованию теннисистов для сборной в регионах краины. «Золотая ракетка» – турнир команды. Школы и клубы заявляют для отдела трех юнаков и трех девчат во взрослых до 12-ти годов. На протягу нескольких месяцев команды сгуляют помеж собой по круговой системе. Четыре лепшие дружины будут оспречивать у знагороды в финале, который пройдет в Кострышнику в Минске. После вызначать лепших и особистым залику. В первом сезоне «Золотой ракетки» принимают в отдел девять команд. По всей стране путешествовать, получат игровую практику. Что очень важно, это команды соревнований. В командных соревнованиях ответственность больше, чем лично. И будут психологически готовы из тех детей. Надеемся, из них вырастут члены национальной команды. И они психологически будут тоже готовы, что нужно играть за команду с большей ответственностью. У первой матчевой встречи выхованцам Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннисе супредстоят спортсмены Витебска из Дюшар номер 8. Регламент продуглеживает поединки в одиночном, парном разраде, а так само в миксте. У Гомеля проходятся Олимпийские дни молодей и чемпионат Беларуси по конным трехборьям. За звание лепшиха змагаются наездники из нашего областного центра, а так само Минска и Могилева. Вероника Гамзюкова наведала турнир. Конный спорт зауседы лечился элитным. На утромании только одного коня требовал месяц омаль тысяча белорусских рублев. И это, когда не уличить взнос на отделу с поборництвах, переезд и проживание на местах проведения турниров. В нашей стране дети и подлетки могут заниматься конным спортом бесплатно. Но спортивные школы существуют только в Минске, Гомеле и Могилеве. Наш областный центр как раз принимает гостей, которые приехали позмагаться за победу в открытых республиканских поборництвах и Олимпийских днях молодых. Удельники от нашей области – выхованцы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладных видах спорта. Сейчас тут принимают 50 конных пар. Проводятся параллельно-республиканские соревнования. Но это соревнования больше, скажем так, для обкатки спортивной пары, всадник, лошадь. То есть, если едет опытный спортсмен, у нас есть и 30-летние спортсмены выступают, и старшие, значит, у него какая-то молодая лошадь, которую он просто здесь проверяет, готовит к чему-то, ну, на будущее подготавливает. Есть также и спортсмены, которые молодые, в силу своего возраста еще не могут участвовать на Олимпийских днях молодежи. Но не то же, как для набора опыта на хороших лошадях, сюда приехали выступить. Конно-спортивная школа в Гомеле была открыта в 1957 году на базе конного завода номер 59. А в 2016 году установы переименовали у Гомельский областный центр Олимпийских резерв по прикладных видах спорту. Сейчас тут занимаются амаль 400 ученев. Культивируется сучасное пятиборье, стрельба с лука, фехтование и, конечно, конный спорт, конкур, выездка, трехборье. Трохборье – это самые складанные от конного спорта с олимпийской программы. Конная пара выступает в выездце, конкур и кроссу. На протягу двух или трех дней проверяется смелость и подрихтованность, как спортсмена, так и коня. Для успехового отдела у турниры потребуется долгая и упартая тренировка конной пары. Наездник повинен володать одвагой и расшучностью, тонким разликом, высоким мастатством кирования конем. Отживелы потребуется великая сила, могутный подход до барьера, гнуткость и пластичность рухов. Конь, помянучший пасьян, спортсмен с великим опытом. У его карьеры шмат чемпионатов Европы и света, а вот его наездница Татьяна Радзевич, только начинает покарать спортивные вершины. Мой напарник, он очень дружелюбный, очень ласковый. Он любит, чтобы его пожалели, обратили внимание, отдали сахарок, лишний раз похвалили, спокойный сам по себе. В работе это очень помогает, его спокойствие, его терпение. Опытные лошади, они выручают, то есть они прощают себе твои ошибки и получается, что это очень большой плюс для молодого всадника, который тоже только набирается опыта. Молодь, которая выступает на турниры, только учится. Проснекольки год некоторые покинут спорт, а другие протягнут карьеру. И как один из выхованцев Гомельского центра Александр Фоминов отправится на Олимпийские гульни. Вероника Гамзюкова, Василий Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова